Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Александр Костенюк и в этих видео говорим о сайте chess.com, о функционале этого сайта и о тех возможностях, которые предоставляет сайт chess.com своим пользователям. И сегодня мы поговорим о настройках языка. Заходим на сайт chess.com. На главной странице сайта, для этого нажимаем на логотип в левом верхнем углу chess.com, мы видим новости, статьи, различную информацию и сейчас в данный момент вся эта информация на английском языке. Также как и интерфейс сайта, то есть все меню, как вы видите в данный момент у меня на английском языке. Как поменять эту установку, например, на русский язык? Для этого заходим в настройки, либо settings на английском языке, если вдруг у вас сайт на английском сейчас показывает. Выбираем все настройки и видим вот такую вот табличку, где есть много разных строк и в том числе строка язык или language, как сейчас на английском написано. И кроме языка есть еще язык материала или content language. Например, я хочу, чтобы у меня весь сайт chess.com, весь интерфейс сайта, все кнопочки меню были на русском. Для этого вместо английского я выбираю русский и затем язык материалов. У меня может быть остаться только мой язык, то есть материалы только на русском языке, либо, например, я могу выбрать функцию английский плюс мой язык. Почему эта функция больше возможностей дает? Я буду видеть материалы, публикуемые на двух языках. А так как сайт chess.com американский сайт, и хотя направление chess.com.ru порой публикует материалы только на русском языке, но чаще всего это перевод материалов с английского, и на английском статье новости анонсы появляются, как правило, быстрее. Итак, я выбрала русский как язык для моей работы на сайте chess.com, как язык материалов я выбрала английский плюс мой язык, то есть я хочу видеть материалы на двух языках, но у вас есть возможность выбрать столько языков сколько хотите, либо остаться только на своем языке. Опускаемся чуть ниже, находим зеленую кнопочку, здесь сейчас эта кнопочка на английском языке называется save, на русском это будет кнопка сохранить, и нажимаем, обязательно нажимаем на эту кнопку, чтобы сохранить те новые настройки, которые мы использовали сейчас. И сразу же мы видим, что меню сайта поменялось с английского на русский, сейчас вся панель управления у нас на русском языке. Если же мы щелкнем на логотип chess.com, чтобы перейти на главную страницу сайта chess.com, мы увидим, что вся информация, все статьи, новости, уроки, они на двух языках появились, то есть есть как статьи на русском языке, так и информация на английском. Именно таким образом в настройках меняется язык для использования на сайте chess.com. И еще одна интересная информация, к слову, о смене языков, какую бы статью вы не выбрали на сайте chess.com. Например, сейчас вот статья про супер турнир в Бухаресте и первый ход делает Гарри Кимович Каспаров. Здесь есть иконка, в данном случае мы видим, что это иконка для выбора языка и написано русский, но если вы хотите почитать эту статью на английском, то вы нажимаете английский и у вас появляется эта же статья, но на английском языке. Эту функцию можно применять на сайте chess.com, находясь в различных разделах, где публикуются какие-либо статьи или какая-либо другая информация, которая содержит достаточно большое количество текста. Надеюсь, что это видео поможет вам чуть лучше узнать о функционале сайта chess.com. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по тому или иному разделу сайта chess.com, оставляйте эти вопросы в комментариях под этим видео и в следующих видео из этой серии я обязательно постараюсь ответить на все ваши вопросы. Играйте в шахматы, оставайтесь на chess.com, до скорых встреч, с вами была Александра Костенюк.